Всем большой привет! Думала я, что же снять интересненького. Давно мы с вами не перебирали именно декоративную косметику. Если не считать косметики, которые в косметичках каждую декаду, то хочется, иногда девчонки просят, что давай что-нибудь попереберем, посвочим. Но так как недавно все равно что-то мелькало, надо было придумать новую тему. И я подумала, что если тени были в разных упаковках, то почему бы не сделать общий какой-то ролик, например, очень красивый принт. Либо принт, который жалко затирать, либо вообще просто косметика, которая имеет какую-то красоту в оформлении самого рефила. Поэтому давайте, кому интересно смотреть, что есть у меня. Конечно, у меня не так много и не так красиво, как бывают принты. Например, те же розы, такие прямо выпуклые, знаете, на хайлайтере. Например, у меня такого нет. Может быть, что-то я еще и забыла. Это тоже допустимо. Например, хайлайтер от Lamelle не взяла, который такими прям волнами красивыми. Ну, что взяла, то покажу. Буду вот в разброс, в хаотичном порядке, как мы любим говорить. Поэтому смотрим. Lamelle. Очень люблю вообще вот эту вот палетку и за ее принт, и за дизайн, и за оформление. Вот настолько вот всем хороша. И магнитная, и картонная. И вот этот принт, который сложно затереть, поэтому его тереть не жалко в виде шоколадки. Красота. Мне кажется, очень красиво. Будем делать сводчи, потому что это интересно. Для меня, наверное, одни из самых красивых это от Miss Lynn. Вот такие три палеточки. Две с хайлайтерами, одни с румяными. Из Германии от Наташи приезжали. Ну, мне кажется, просто сказочная красота. Давайте с румяшек начнем. Так, тут у нас зеркала. Ну, восхитительно. И тоже мне нравится принт, который сложно затереть. То есть он прям вот, видно, такой выпуклый, да. И, в общем, можно тереть, тереть смело. И румяна с вами очень красивого цвета. Для меня это один из самых любимых оттенков. Далее. Две палеточки с хайлайтерами. Это трио такое. Кексики. Сейчас мы с вами посмотрим сразу оба. Вот они какие, смотрите, два кексика интересных. И, наверное, мы вот так светленькая, темненькая. Серединку не буду, тоже вот нейтрально такая желтенькая и розовенькая. Вот так понабираем. Посмотрите, какие они красивые. И вот так все четыре. Так. Сейчас посмотрим сводчи. Тут сначала розовый, наверное, идет. И потемнее, посмуглее. Вот они. Красавчики. Правда красавчики. У меня рука немножко поцарапанная. Это мы с Басей общались. Я с ним поиграла. И, видите, осталась вся из царапанной. Не поверите, но это не Люся, это Бася. От Революшн. Использую как тени. Это, так, ну тут видно хайлайтер, да, пудра такая хайлайтерная. Больше использую как тени, потому что хайлайтер, ну, яркий, конечно, желтый он. Жалко ананас тереть. Но вот в ананасе уже так немножко протертый принт. Это из линейки жалко затирать. Вот на полном серьезе жалко. Так, давайте мы его вот сюда. Но его быстро и не затрешь, потому что как тени не так часто используешь такие оттенки. И вот так оно красиво. Далее тоже снова хайлайтер попадается под руку. Это одна из последних новинок от ООО. В третьем оттенки их было несколько. Это китайский бренд. Причем не дешевый, не бюджетный. Крышка далеко не откидывается. И здесь как бы вот видно, как бы и румяна, да, и хайлайтер. Ну и если обратить внимание на принт, мы же тут красотой принта, да, любуемся. То видно он и выпуклый, и красивый, и прямо. Это идея слизана, да, у кого-то, у кого-то знаменитого. Ну, у меня есть вот именно от ООО. Смотрите. Тоже как тени красиво смотрятся, но и как хайлайтер. Обычно такие яркие я люблю под бровь, уголок глаза, подсвечивать больше вокруг века. Не могу не отметить от Wet n Wild. Их всего три или четыре, у меня два оттенка. Это тоже принт, который жалко затирать, и поэтому почти все девочки трут его вот в этом месте. У меня не сильно он затирается, потому что нечасто беру в косметичку. Ну, красиво. Вроде просто, да, но красиво. Один мне Лена дарила, а другой приезжал от Наташи. И второй, этот уже порозовее. Сами цветочки одинаковые, но оттенки разные. Розовый и такой, не знаю даже как цвет-то назвать. Коричневый, уходящий, розовый. Но красивый. Румяна. От Белла Оджи. Вы знаете, они мне так понравились, когда я в 04 оттенке роза. Когда я у Лены их увидела первый раз, просто влюбилась. Давайте вот так покажу. Вот такая вот красота. И принт красивый, и оттенок. Так, сейчас я побольше натрую его. Реально красивый. Ну, я, конечно, побольше постаралась. Румяна очень красивая. Тут затереть тоже очень сложно, потому что пигментация хорошая. Так, давайте еще румяна покажу одни красавчики от Catrice. Вот такой блажь. Десятый оттенок у меня. Тоже давайте на принт посмотрим. Я его затираю вот так, но когда кистью набираешь, уже нет вот так вот испачканного, как бы, стертых границ. Более четко видно этот принт. Цвета разделяются. Кисть как бы чистит, а вот пальцем больше пачкаешь вокруг. И вот так он больше в рыженький, в персик уходит. Пудрочка, которая, ну, как пудрочка, хайлайтер. Вау, Лера мне присылала. Тут тоже жалко. Вот такая красивая роза. И я вот здесь тру его потихонечку с уголка. Я его не часто использую. Тут и блеск такой красивый. У меня больше в золото уходящее часто макияжи. Но когда я делаю с холодком, то вот такой очень красиво. Небольшая розовинка есть. Вроде белоснежный оттенок, но он уходит куда-то в розовый. Еще один. Тоже думала, брать, не брать, брать, не брать. Но, вы знаете, когда в продаже увидела, сразу привлек внимание от Лавли. Оттенок здесь. Давайте поближе. Вот так покажу, я не вижу. Если есть оттенок, то вы наверняка увидели. Здесь такие красивые камушки. Это тот принт, который затирать вроде и жалко, и приятно. Когда выравнивается вот эта текстура, рельефность уходит. И понимаешь, что ты это используешь, продукт. И он очень красивый. Такой нежный хайлайтер. Я вообще очень люблю продукты для лица. Единственное, с чем я всех меньше дружу или практически не дружу, это бронзеры. Но если бронзер можно использовать как скульптор, то тогда у меня уходит продукт. Но чисто конкретно бронзеры я использую редко. Еще один хайлайтер. Мы его называем Лама. Это хайлайтер, который я никогда не смешиваю. Оттенок 10. Он у меня сейчас в косметичке. Ни разу не использовала все три вместе. Вот так вот отдельно и чаще именно розовый. Ну, тут видно, что розовый я тут проковыряла. Использую. Ну, вот сейчас я с вами попробую, не знаю, получится или нет. Вот что будет, если все смешать. Надеюсь, сейчас посмотрим. Голубой, розовый. Такой интересный цвет. И вот все вместе. Ну, все вместе тоже красиво. Смотрите, уходит и в розовый, да, и как бы смешивается все. Мне кажется, можно и перемешивать. Но я ни разу этого не делала. Я чаще использую, ну, как вы видите, розовый. А сейчас испортила принт. Испачкала. Перемешала. Давайте разбавим тенями. Теней я взяла мало, на самом деле. Это вот, наверное, самая главная палетка от Vivienne Sabo, которая конкретно принт, который можно испортить. И его затирать жалко. Вот такой милый кот. И видно, что я тут как-то аккуратненько вот здесь набираю с угла желтенький. Рыженький вот здесь с уголка. Так, и по серединке пузика набираю черный. Но тут не явно черный. Он такой немножко светленький для черного-то. Так, вот он. Один, второй оттенок и третий. Вот видите, он больше серый оттенок. Поэтому я всегда добавляю черный карандаш. А тенями уже просто растушевываю карандаш в дымку делаю. Или внизу, если ресничный край нужно под нижними ресничками как-то оттенить, то как раз вот эта серость, она подходит. Еще какие я взяла именно тени с красивым принтом. Не могла не взять. Отклиник. Лера присылала. Оттенок здесь 0,8. Ну, посмотрите. Вот хорошо, очень выпуклый такой принт. Поэтому он так быстро не затирается. Но пальцем все равно чувствуется, что вот эта серединка уже как-то вот сравнивается. Потому что пользуешься. И он протирается. Но приятный. И в руки брать приятно. И использовать приятно. От Нинель взяла две. У меня на самом деле три однушечки. Но я решила, что это все-таки не коллекция, а просто мы смотрим принт. Сейчас покажу вот эти два. Вот такие букеты роз, которые уже затираются тоже хорошо. Такие розовые полянки. Уже трудно показывать их. Потому что затерло. Их я не буду вот так закрывать. Потому что крышки немножко некрасивые. Зелененький. И сиреневый. И сами оттенки восхитительные. Еще синий. Третий синий. И взяла от Like. Это из Израиля приехал. Тоже, видите, крышки не очень красивые. Но принт восхитительный. Сейчас мы с вами его тоже посмотрим. Красота, правда? Тоже жалко тереть. Но true. Но жалко. Эти даже еще больше жалко, чем предыдущие. И мне кажется, и эти тени, и как предыдущие, вывели с производства. Так, давайте так продолжу я их. Вот они какие. Мне кажется, они все четыре смотрятся как одно целое. Можно сочетать между собой. По теням это все. Есть еще такие румяшки от Maricay. Очень красивые. И принт шикарный. У них было 4 или 5 вот таких палеток. И все были абсолютно разные. Имели принт. И все красивые. Где-то цветок. Где-то какой-то вот тоже орнамент. Ну, вот этот именно вот так. И тоже трудно затереть. Потому что вы видите, какие рельефы, да, объемные. Прям 3D-шный такой принт. И красивые они. Нежные-нежные. Вот такие. Далее, что я взяла. Это взяла вот такую шоколадку. Сейчас у меня она, конечно, затертая внутри. Но изначально это было очень красиво. Как будто вот стекает шоколадная такая. Белый шоколад, розовый. Как будто что-то такое вкусное стекает. Так, набрала. Тоже вот-вот появится донышко. Нет, закрывается. Ну ладно. Так, один. Второй. У меня и дневное освещение, и электричество включено. Потому что, когда сводчи с блеском, хочется, чтобы электричество показывало всю красоту. Дневной свет красоту не покажет. Далее. Ну, а далее давайте я сотру то, что вот. Хотя у меня мало осталось. Нет, давайте дотрем. Только-только ко мне приехала от Мариши. Посмотрите, какая красота. Тут прямо все и снаружи, и внутри, и по действию восхитительно. Этот принт быстро, конечно, затрется. И он интересен тем, что он не выпуклый, а наоборот, видите, вовнутрь, да, продавленный как бы. Очень красивый хайлайтер. Уже носила с удовольствием. И использовала я его как тени. И смотрелось это восхитительно. Я растушевывала им серединку подвижного века, когда использовала кремовые тени. Темный со светлым оттенком, где соединялся. Вот как раз границу я растушевывала вот этим хайлайтером. Это было настолько красиво. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Так, хайлайтер это от Faros в оттенке 03. И тут принт тоже. Вроде недорогая палетка, но так красиво оформили. Вот прямо букет цветов. Давайте некоторые оттенки отдельно наберу. И тоже, видите, один цветок выпуклый. Вот этот прямо вогнутый куда-то. Они все, тут бантик, тут роза. Они все разные. Но я больше как хайлайтер использую вот этот уголок. Дальше там продавливаю. Так, первый, второй. Использую некоторые оттенки как тени. Можно и как румяна использовать, как хайлайтер. И как тени. Красивые. Один единственный бронзер взяла. От Physician Formula. Его тоже затираю, когда мне жалко. Вот с этой стороны видно, что уже затертый. Но на самом деле принт был вот такой вот позолоченный. Середина была вся позолоченная. Ну и вы сами видите, как красиво смотрится. Вот здесь я так и буду набирать. Ой, куда-то перевернулся-то. Какой застеснялся. Так, куда мы тебя нанесем? Давай вот сюда. Он желтенький такой. Он хороший именно на загорелую кожу, когда сделать вот этот бронзовый отлив. И из хайлайтеров последний. Мега мой любимый. Glow. Любаша мне дарила. Это Pupa. Давайте оттенок посмотрим. Так, надеюсь, видно будет оттенок. Какой он красивый. Нереально красивый. И волны, и буквы, и вот строчки. И цвет. И он прямо, знаете, вот трогаешь ощущение, что ты трогаешь шелк. Настолько вот приятно. Сюда нанесу. Вот он золотой. Очень красивый. И всего лишь взяла три помадки. У меня есть помад, конечно, побольше, но тут будет понятно, что я считаю красивым принтом. Ну, тут дизайн, конечно, очень красивый. И сама колпачка тоже от Любаши приехала. Вот такая помадка, которая действительно вызывает восторг. Она и блестит, и переливается. Она вот всем хороша. Помадки давайте на эту руку нанесу. Здесь блеск есть и в помаде, но он не такой, как в стике. Он более такой мягкий, что ли. Не сильно, не вычурный. И в то же время он есть. Настолько мелкий-мелкий этот блеск. Смотрится очень красиво. Avon. Почему взяла? Потому что тут тоже блеск. Понятно, что тут уже немножко, может быть, подражают другим брендам, но здесь вот это золото на бордовом выглядит действительно красиво. Очень яркая помада. Так, сейчас я ее чуть-чуть выкручу. Прям мега яркая, блестящая. Не на каждый день. И здесь уже, вот если здесь блеск нежный, то тут уже такой явный. Блестки явные. Так, убираем. И еще одну помаду взяла от Faberlic, но на самом деле у меня есть еще подобные. Здесь уже тиснение. Именно здесь губки. Бывает резьба какая-то вот красивая. Бывают бантики. Ну, разный принт, но вот именно на стике. Поэтому я уже как показываю. Бывает вот буквы, например, вот здесь у меня Tom Ford. Но я их уже стерла. Иногда очень красиво написан сам бренд на стике. Поэтому на помады тоже обращаю внимание. Бывает момент, когда ой, думаю, сейчас уже затирать начну красоту. Вот такие три красивые помадки разные. Именно это от Faberlic. Вот сколько красивого. Напишите, как вы относитесь к красивому принту. Нравится ли вам, обращаете ли вы на это внимание. И вот так хочу показать. Принт же бывает разный. И разноцветный, и выпуклый, и вогнутый. Отломали не взяла. Сейчас вспомнила, но не взяла волнами. Да еще какие-нибудь наверняка забыла. Цель была просто вот такой развлекательный ролик небольшой. Чуть-чуть всего понемножку посмотреть, посвочить, порадоваться и получить удовольствие. Бьюти удовольствие. Всем спасибо за внимание. Напишите, понравился ли такой вот, как бы, ну вот, с такой стороны подход к косметике. Мне интересно ваше мнение. Все время стараюсь что-то новенькое придумать, но не всегда получается. Иногда сидишь, голова скоро лопнет, они как идеи не лезут. Поэтому подкидывайте идеи. Может быть, вам в голову что-то лезет, интересное приходит. И если вы видите чье-то, ну, чье-то предложение особенно интересное, ставьте ему лайки, чтобы я видела, какой запрос более актуален. Мне это очень важно и интересно. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Хорошего всем настроения. Пока! Продолжение следует...